Андрей Колесников, Знание сжатым. Закончу рассказ о книге «Больше, чем деньги. Финансовая история человечества от Вавилона до Уэлл-стрит». Автор Сергей Машенский. Посмотрим 20 век и доберемся до наших дней. Эпохой джаза называл 1920-й Скотт Фитчеральд. Еще их именовали бурными 20-ми. Первая мировая война, ослабив экономику Англии, Франции, не говоря уже о Германии, превратив результаты не только в самую богатую державу, но и главного кредитора. Но раз Америка финансирует остальной мир, то она может руководить им. Так бодро заявил президент Фудро Вильсон. В Германии те годы, пожалуй, оказались еще более бурными, чем эпоха джаза в Америке. В Берлине, сравнительно молодой столице, их называли «золотыми 20-ми», потому что жизнь так закипела, как никогда на американский день. Берлин, названный Марком Твена немецким Чикаго, внезапно стал новым всемирным Вавилоном, где бары, увеселительные заведения росли, как грибы. Даже Рим Светони не знал таких оргий, как берлинские баллы трансвеститов. Но все это происходило в 1920-е побежденной Германии. Еще недавно она претендовала на роль лидера в новых технологиях, а теперь, после окончания войны, дела здесь обстояли хуже всего. В 1923-м и хлеб в Берлине стоил 140 миллиардов марок. По всей стране начались беспорядки. А в Мюнхене произошел знаменитый пивной пуч, во время которого Гитлер и его последователи попытались захватить власть. Гиперинфляцию удалось победить только после того, как в конце 1923-го года была проведена денежная реформа. Старые купюры меняли по курсу 1 миллиард за одну новую марку. Но проблемы выплаты репараций никуда не исчезли. Когда в апреле 1924-го приняли международный план Дауиза, Америка выдавала Германии финансовую помощь, чтобы та могла восстанавливать свою промышленность. Предполагалось, что доходы от производства пойдут на оплату репараций Англии и Франции. А те смогут вернуть военные долги США. Такой великий круговорот бумаг через Атлантику, как его назвал Кейнс, был выгодным главным образом для американских банков, получавших комиссионный. Приход к власти Гитлера и все, что происходило в дальнейшем, отчасти можно считать следствием необходимости выплачивать репарации и попытками избавиться от этой любой ценой. Когда в Германию потекли американские деньги, то снова, как уже было во времена Грюндерского бума, значительная их часть тратилась на потребление, на красивую жизнь, по которой всех так истасковались за годы войны, гиперинфляции и безумных цен. Берлин в конце 20-х уже мало чем напоминал скучную, пафосную столицу прусско-аристократии и законопослушного немецкого среднего класса. Этот город, освободившись от своего прошлого, наполнился особой энергией, которая не была ни в одной столице Европы, и эта энергия привлекалась до самых выдающихся писателей, художников, музыкантов, артистов. В городе, освещенном неоном и светом, жило 4 миллионов человек. Для сравнения, в 1879-м было всего 800 тысяч. И в 1923-м здесь открыли первый в мире пассажирский аэропорт Теппельхофф. Бурная ночная жизнь, всевозможные наркотики, доступный секс, общая атмосфера угара, разврата и свободы – этим влек себе Берлин. Весь этот праздник длился с 24 по 28. Германия ежегодно получала около 600 миллионов долларов иностранных капиталов. Но в 28-м, во время быстрого роста американского рынка ценных бумаг, когда ставки по онкольным кредитам достигали 20%, и более, американские банки утратили интерес к кредитованию Германии. Все финансовые ресурсы привлекали растущий спекулятивный пузырь на американском рынке акций, куда было гораздо выгоднее вкладывать капитал. Невецким банкам приходилось брать все больше краткосрочных кредитов в Лондоне и Париже. Можно было только поражаться особому инстинкту французских инвесторов инвестировать капиталы в страну банкрота. Иронично намекали британцы на потери Франции еще и в России после революции 1917 года. Так бум подошел к концу, и в немецкой экономике снова стали нарастать проблемы. На фоне этого в 1933-м к власти пришли нацисты. Гитлер обещал всем дать работу, и это обещание сдержал. Началась подготовка к войне, и в военной промышленности рабочих мест хватало. Первая мировая война вызвала в Штатах экономический рост. Рост спрос на американские боеприпасы, многие другие военные, невоенные товары, производство которых в европейских странах нарушилось. Всего страны Европы потратили на войну почти 200 миллиардов долларов, сегодня это почти 5 триллионов долларов. И значительная часть этих денег поступили из США. И в американском обществе отношение к финансам поменялось. Если раньше биржами и ценных бумагами интересовались лишь немногие активные инвесторы, то благодаря займам свободы, Liberty Rounds, рынок ценных бумаг превратился в действительно массовый. Займы получили такое название от изображения на облигациях статуи свободы, символа Америки. Доходы по облигациям не облагались налогом, что сразу же обеспечило успех этих крупных военных займов. Облигации первого выпуска приобрели 4 миллиона человек, а четвертого уже 23 миллиона. Появилось таким образом как минимум 23 миллиона новых индивидуальных инвесторов. Именно займы свободы привели к демократизации американского рынка ценных бумаг. Главной инновацией тех лет стали, конечно же, автомобили. В 20-х в кредит покупалось 60% автомобилей, при этом 80% радиоприемник. А общая сумма долгов по индивидуальным кредитам с 25 по 29 выросла с 1 до 3 миллиардов долларов. Это был новый стиль жизни в кредит. Начался беспрецедентный бум в 20-х годах на американском рынке ценных бумаг. Интерес инвесторов переключился с облигаций на акции. Возможность быстро разбогатеть на рискованной спекуляции с этим бумагом стала важной частью американской мечты. Окончание Первой мировой войны уже само по себе создало толчок для потребительского ажиотажа. А мода на жизнь в кредит и свободные деньги, появившиеся после погашения займов свободы, привели к тому, что бум стал неизбежным. Но количество счетов инвесторов в брокерских конторах в 29-м в самый разгар бума известно всего 1,5 миллиона. 1,2% населения США. Но, видимо, в общей атмосфере бурных 20-х и 1% было достаточно, чтобы создать ощущение массового ажиотажа. Кредиты все больше использовались для покупки не только промышленных товаров, но и акций. Около 80% этих бумаг индивидуальных инвесторов и биржевых брокеров покупали в долг. Обычно сразу оплачивалась только четверть стоимости акций. Объем таких кредитов вырос с 1 миллиарда в год в начале 20-х до 9 с лишним миллиардов в 29-м. Спрос на кредиты стал таким, что при ставке ФРС 3,5% броки соглашались брать кредиты под 12% и даже больше процентов. И они все равно имели прибыль. Деньги на этом делались просто. Банки, материнские компании для дочерних брокерских фирм, брали крупные кредиты под 3,5%. Затем финансировали свои дочерние брокерские компании, а те выдавали кредиты биржевым спекулянтам под 12%. Вообще все кризисы, происходившие в истории американского рынка, начинались со спекулятивного ажиотажа. Президент США Кулич 4 декабря 28-го заявил, «Мы переживаем самый длительный период процветания. Экономика США абсолютно здорова, а цены на акции можно считать низкими». Но дальнейшие события показали, что президент Кулич глубоко ошибался. Раздувшийся пузырь на американском рынке ценных бумаг высасывал капиталы всего остального мира. Завершилась эпоха джаза 20-х. У нее была бурная юность, пьяная молодость. Но кто-то грубо посчитался, и самой дорогостоящей оргии в истории пришел конец, и карточный домик рухнул. Крупные пакеты стали сбрасывать брокеры, покупавшие акции за счет онкольных кредитов. Это означало, что проблемы начнутся у выдавших эти кредиты банк, в том числе и крупнейшие. Общие убытки от великого краха достигли 50 миллиардов долларов. Почти половина ВВП США за тот год. Началась всеобщая рецессия. Промпроизводство продолжало сокращаться, безработица росла, а потребительский спрос падал. На автомобиле на четверть, на радиоприемнике половина. Приближалась всеобщая депрессия. По примеру США, протекционистские законы о тарифах приняли более чем в 20 странах. Это сильно ограничило возможности экспорта туда американские товары и привело к сокращению производства штата. Изработица выросла еще больше, а вместе с ней и общая экономическая депрессия. Начался распад мировой экономической системы, создававшейся с конца 19 века. Это означало окончательный откат глобализации времен Британской империи. А приближающаяся всеобщая экономическая, а и не только экономическая депрессия, стала неизбежной и для США, и для всего мира. Слишком много было зависших огромных кредитов, взятых для участия в американском спекулятивном пузыре. Началась общая рецессия. К 33-му суммарный ВВП основных стран уменьшился на четверть. Уровень зарплат на треть, а безработица достигла в среднем четверти трудоспособного населения. Банковский кредит сократился в США на 40%, в других странах еще больше. Экономические и финансовые трудности ощущались практически во всех частях мира. Вирус банковского кризиса оказался заразным и быстро распространился. Больше всего банка пострадала в Чикаго. С начала 32-го банковская система США оказалась на грани коллапса. В 31-м общий экономический спад стал действительно великой депрессией. Производство сократилось, все прибыли уменьшились в два раза, во столько же снилился объем операций на рынке ценных бумаг. А главное, что все больше людей оставалось без работы. Это усиливало ощущение, что рушится вся привычная жизнь. В 33-м Германии пришли к власти нацисты и началась ускоренная подготовка к новой мировой войне. В Англии были отпечатаны продовольственные карточки, на тот случай, если начнется острый финансовый кризис. Главная и глубинная причина Великой депрессии распад системы золотого стандарта. Оставалось за пределами понимания современников. Золото, как универсальный эквивалент, уже утратило былую роль, а замена ему в виде доллара появилась только в 44-м. Такая ситуация расшатывала всю финансовую систему, и в этих условиях кризис 1929-го стал особенно болезненным. К тому же Англия уже не имела возможности лидировать в мировой экономике, а США пока еще не были готовы взять на себя эту роль. В 32-м на президентских выборах в США победил Франклин Рузель. Экономическая политика его предшествия Гувера зашла в тупик. Он не знал, что делать с наступающей депрессией. А Рузель во время выборов предложил программу нового курса. И действительно, новый президент не растерялся и смог вывести страну из депрессии. Рузель объявил банковский камикулу с 6 по 10 марта, проще говоря, все банки закрылись. А 12 марта Рузель обратился по радио к народу, призывая хранить деньги все же в банках, а не дома. Иначе будет еще хуже. И Рузельту поверили, несмотря на банковскую панику. И в конце месяца в банки вернулись полтора миллиарда долларов из двух миллиардов, изъятых во время паники. Так банковская система была спасена. Новый курс Рузельта означал окончание длительного периода экономического либерализма. Свободная стихия рынка, стихия биржевой игры, все это в годы Великой депрессии стало восприниматься как совершенно неуместная вещь. Летом 44-го в Бреттон-Вудс собрались представители разных стран, участниц антигитлеровской коалиции. Здесь были созданы две основные мировые финансовые организации. МВФ, Международный валютный фонд, и ММБР, он же Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития. Сегодня они во многом определяют работу мировых финансовых рынков. Доллар признали главной мировой валютой вместо британского фунта. Для Америки это, конечно, был большой прорыв, обусловивший ее мировое лидерство в течение всей второй половины 20 века. Началась эпоха американского мира. Пакс Американо. Доллары оказались самым выгодным товаром на экспорт. Так, больше двух третий из 1,7 триллионов долларов, находящихся в обращении в середине 2019, оказались в руках иностранцев. Вскоре появился план Маршала для Европы и план Доджа для Японии. Пока Европа с Японией приходили в себя после войны, в Штатах начался золотой век. Сама по себе война сильно оживила американскую экономику. Золотые 50-е, открытый кадиллак, домик с зеленой лужайкой в пригороде, радужные перспективы бизнеса, одним словом, американская мечта. С 1953 по 1961 у власти был президент Эйзенхауэр. Начался долгожданный подъем, учетные ставки держались на стабильно низком уровне до конца 60-х. Наступила эпоха устойчивого роста, бычьего рынка, рассвета крупных транснациональных корпораций. Массовое потребление и спрос стимулировали массовое производство. Свободные капиталы устремились на рынок ценных бумаг. С конца 50-х новой силой, обеспечивающей экономический подъем, стала гонка вооружений. Запуск первого советского спутника в 57-м восприняли в США как признак отставания. В начале 60-х стало модным упинание слова «электроника». Каждые, наверное, 20-30 лет со сменой поколения технологий люди начинают говорить о том, что вот теперь-то наступили новые времена и появляется новое культовое слово. В 10-е годы это было слово «блокчейн», «криптовалюты», а тогда «электроника». К концу 50-х иметь своего биржевого брокера, дающего рекомендации по правильному вложению капитала, также модно, как, наверное, сегодня иметь своего психоаналитика. Новым президентом стал Джон Кеннеди с 61 по 63 год. Подъем минувшего десятилетия уже начал слабевать, а жесткая монетарная политика ФРС в 60-м году приводила к проводящейся для повышения доверия к доллару, стал тормозить экономический рост. Президенту оставалось только щедро обещать новые рубежи, и главной его задачей было оживить экономику. Джона Кеннеди убили в 63-м. Есть версия, что неудобного президента решили убрать хозяева крупных корпораций, которым не нравилась его экономическая политика. Место Кеннеди занял Линдон Джонсон, был президентом в 63-м по 69-м, бывший до того вице-президентом. А эпоха бычьего рынка продолжалась. Это был один из самых долгих подъемов. Длилась эта эпоха 16 лет с 53-го по 69-м. Все рыночные индексы выросли в 4 раза, дивиденды по акциями в 5, а общее количество обращающихся на бирже акций в 6 раз. В 3 раза увеличилось количество индивидуальных инвесторов. Когда в 69-м году в Америке вступил в должность новый президент Ричард Никсон, было у власти от 69-го по 74-й, состояние экономики было не самым лучшим. Долгая эпоха бычьего рынка закончилась. Росла инфляция, повышались цены, популярность доллара снижалась. В выступлении по телевидению в 71-м Никсон обвинил во всех бедах международных валютных спекулянтов. Никсон объявил о своем плане ограничен конвертируемость доллара на золото. По сути, штаты отказывались от золотого стандарта. Когда об этом узнали иностранные инвесторы, они стали массово избавляться от американской валюты. Во время арабо-израильской войны в 73-м году американцы поддерживали Израиль. А в ответ арабские страны объявили эмбарго на поставку нефти в США, и цена на нее выросла в два раза. А стоимость на бедзин поднялась в четыре раза. Его подорожание вызвало общий экономический спад, закончившийся кризисом 74-го-75-го. Пожалуй, наиболее сильным обврена со времен великого краха 29-го. После него началась рецессия. Инфляция повышалась, рост ВВП сокращался. Количество владельцев акций с 60-го по 70-й, выросшей в Америке с 20-ти до 30-ти миллионов, к 75-м уменьшилось в 6 раз до 5-ти миллионов. Инвесторы массово уходили с рынка акций. Они снова обратили внимание на более надежные облигации. Новый президент Картер с 77-го по 81-м вместе с председателем ФС Полом Уолкером пытались улучшить положение в экономике, но довольно странным способом повышения учетной ставки. По их замуслу это должно было снизить количество кредиторов и немного уменьшить кредитный пузырь. На деле же инфляции еще больше сократились, промпроизводство тормозилось. Казалось, что Картер просто не знает, что делать с экономикой. Уходил в Белом доме в теплом светле и рассказывал всем, что нужно экономить электроэнергию. Похоже на то, что происходит сейчас с европейскими правителями. В те годы, названной эпохой инфляции, инвесторы вкладывали деньги в основном в золото. Распространилась привычка жить в долг, ведь в середине 70-х кредитные карты уже стали обычным делом. Одной из главных инноваций того времени стало распространение производных финансовых инструментов, деривативов. Спад 70-х, охвативший все страны рыночной экономики, связан не только с ростом цен на нефть, но и с чем-то гораздо более серьезным масштабным. С чем-то таким, о чем мало кто задумывается. С исчерпанием возможностей дальнейшего роста индустриальной экономики и всего классического капитализма. Они достигли своего высшего расцвета в золотые 50-е. Хотя и тогда о спокойном и стабильном росте трудно было говорить. Мир балансировал на грани ядерной войны. В 70-е прибыльность массового производства стала снижаться. Скачок цен на нефть еще больше приблизил системный кризис индустриального капитализма. Понятно было одно. Нужно найти новые рынки, повысить производительность труда, прибыльность капитала. Хороший опыт подсказывал, что в этом помогают радикальные технологические инновации. И ответ пришел неожиданно. Компьютеры. Для экономики, бизнеса и финансов это стало рывком вперед. Именно развитие информационной технологии создало глобальную экономику. Так персональные компьютеры, первые мобильные телефоны, быстрое распространение интернета оказались ключевыми инновациями для трансформации классического индустриального капитализма. В штатах 80-х на президентских выборах победил Рональд Рэгген. Был президентом с 81 по 89. В прошлом киноактер, ведущий на радио губернатор штата Калифорния. Как и железная леди, он считал, что чем меньше правительство будет вмешиваться в экономику, тем для нее же лучше. Это сработало с 81 по 79. Когда там инфляция снизилась с 12,5 до 4,5 процентов, а безработица с 7,5 до 5. Все заговорили о рейгономике, особой экономической политике нового президента. С банков сняли все ограничения, наложенные на них в 30-х. Границы между инвест и коммерческими банками стирались. И банковский бизнес мог осваивать перспективные направления деятельности, создавая новые финансовые инструменты. Началась общая либерализация мировых финансовых рынков. Начался очередной и самый долгий в 20 веке период бычьих ворынков. И новое поколение среднего класса опять поверило, что рынки ценных бумаг могут стать средством обогащения. Если в 60-х модным словом была электроника и всякая другая троника, то в 80-х все вдруг заговорили о биотехнологиях, генной инженерии. Обычно, когда говорят о большом взрыве на рынке ценных бумаг, имеют в виду Лондон и 1986-й. На самом же деле такой взрыв в середине 80-х произошел и в Нью-Йорке, и в Токио, в других мировых финансовых центрах. И дело не только в появлении на биржах компьютеров. Самым поразительным в 80-х было взрывное, не имеющее исторические параллели, расширение кредитов. Увеличение кредитов было совершенно несразмерно росту ВНП и расширение денежной базы. Бунт подогревал два новых финансовых инструмента. Мусорные облигации, многомиллиардный рынок и такой же обширный рынок ипотечных облигаций, в центре которого оказался банк Саламон Бразерс. Все хотели получать прибыль на стремительно расширявшемся облигационном рынке. Когда в 80-х появился рынок ипотечных облигаций, он оказался невероятно перспективным. Никому и в голову не приходило, что со временем, в 2008-м, это вернется одной из самых грандиозных в истории финансовых катастроф. Так нередко случается. Изобретая одно, а потом это изобретение превращается в какое-нибудь новое светоносное оружие. И часто трудно заметить момент, когда что-то пошло не так. На рынке ипотечных облигаций такой момент наступал уже в 2000-х годах. Появились новые участники, для которых прибыль любой ценой стала важнее риска. Крах рынка 87-го – это история с киберинформацией, история, в которой технологии ошибочно превратились в монстр. В начале октября за неделю рынок ценных бумаг снизился на 6%. На следующей неделе еще 12%. И общие убытки от этого достигли уже 500 миллиардов долларов. А в черный понедельник, 19 октября, произошел стремительный обвал. На Нью-Йоркской бирже началась массовая продажа. Компьютерная система учета заявок не смогла с ними справиться и отключилась. Но сегодня мы сказали бы, зависит компьютер. Что-то такого бывает. А тогда отключение компьютерной системы было воспринимательно как катастрофа. Началась всеобщая паника, стремительное падение всех цен. Получается, что единственным толчком стало отключение компьютерной системы на фоне тревожных настроений инвесторов. Так и родился миф о заговоре компьютера. За неделю паника улеглась, и в ноябре процентная ставка была снижена на 2%. А к началу 83-го рынок восстановился, а индекс Dow Jones снова достиг до кризисного уровня в 2000 пунктов. Так что кризис 87-го оказался бурным, но недолгим. Сегодня причина кризиса очевидна. При таком взрывообразном расширении рынка облигаций, в том числе и ипотечных и мусорных, и распространением спекулятивных операций с ними, понятно, что на рынке надулся огромный пузырь. А также на всякий брошенный вверх камень непременно должен когда-то упасть, всякий спекулятивный пузырь должен рано или поздно лопнуть. Это происходило во время всех кризисов, и никакого особого секрета в событиях 87-го искать не стоит. Просто пришло время лопнуть и этому пузырю. Он бы все равно сдулся, даже если бы не отказали компьютеры. Разве что в другой день. Несколько слов про пакс джапоника, несостоявшийся японский мир. После долгого подъема 80-х в Японии начался глубокий кризис. Что же там случилось? Великий японский бум начался в 80-м году после либерализации валютных операций. Это подтолкнуло иностранных инвесторов вкладывать капиталы в японские акции. Вскоре иностранные банки получили право инвестировать капиталы в японские облигации. Йена стала укрепляться, и в 85-м, 86-м ее курс вырос с 260 до 150 йен за доллар. Инфляция уменьшилась, и в 87-м процентную ставки поэтапно снизили с 4 до 2,5%. Ну а дешевый кредит, как известно, основа всякого бума. Японские компании брали кредиты в банках под залог собственных акций или земельной недвижимости. А возвращали эти кредиты редко. Обычно их снова и снова реструктуризировали, продлевали. А в 85-м сняли ограничения при предоставлении банковских кредитов на приобретение недвижимости. К тому времени у японцев уже было накоплено большое количество сбережений, и теперь им нашлось применение. Цены на недвижимость стали расти невероятными темпами по 30% в год. А японским обычаям покупка недвижимости лучше, на что можно потратить сбережения. К тому же японцы слепо верили, что недвижимость будет только дорожать при любых обстоятельствах. С 55-го по 90-е цены на недвижимость выросли в 75 раз. И в 90-м году общая стоимость японской недвижимости достигла 20 триллионов долларов. В 5 раз больше, чем стоимость всей недвижимости в США. Потом площадь США в 25 раз больше, чем в Японии. Когда японский рынок акций в 89-м достиг пика, он стал крупнейшим в мире с капитализацией 4 триллиона долларов. В полтора раза больше, чем у американского рынка. Такая огромная капитализация была достигнута благодаря тому, что за 20 лет цены на акции выросли в 100 раз. Рыночная цена японских акций оказалась в 60 раз выше, чем доходы, которые могли бы по ним получить, и в 5 раз больше стоимости материальных активов, под которые акции выпускались. Хотя в Японии экономика вроде как рыночная, влияние на нее государства всегда было гораздо сильнее, чем в Англии, Америке и даже Германии. Долгий подъем поддерживался благодаря политике министра финансов набору Такаситы. И в 89-м он подал в отставку, а новый министр Сасуки Уно видел все происходящее иначе, и считал, что спекулятивный бум нужно прекратить. Первым делом он повысил учетную ставку, причем радикально, с 2,5 до 6. И начался общий спад. Мало того, что по инициативе нового министра банки ограничили выдачу ипотечных кредитов, чтобы снизить цену на недвижимость, многие покупатели уже не могли оплачивать свои долги, так как не имели возможности взять новый кредит для поглошения процентов по старому. Недвижимость приходилось продавать, цены повалены вниз. Так, со второй половины 1991-го началось длительное падение цен на недвижимость, достигшее самого низкого уровня только в 2006-м. В 90-м году банк Японии ограничил выдачу любых кредитов, чтобы затормозить рост цен на акции. После этого произошел быстрый обвал рынка, чем-то похожий на великий крах 29-го в Нью-Йорке. В 92-м рынок акций потерял 66% своей капитализации. В последующем делете он так и не смог вернуться к показателям конца 89-го. Стало приходить понимание, что это не просто спад, а длительная стагнация. За десятилетия темпы экономического роста снизились в 4 раза, оказалось в 3 раза ниже, чем в США, и в 2 раза, чем в основных странах Европы. Если посмотреть на состояние японской экономики к моменту начала спада, то в ней и не было особых проблем. У Японии был один из самых больших в мире торговых провицитов. Там производились товары хорошего качества. На них имелся устойчивый спрос на всех странах. Предприятия продавали свои продукции, получали прибыль. Получается, что спад вызвало стремление нового министра финансов вмешиваться в экономику и скорректировать ее по своему усмотрению. В начале 90-х японцев погубила вера в то, что лучший упадок и стагнация компании, но только не банкротство. В этом секрет происходившего в Японии. Вместо того, чтобы в 91-м дать кризису развиваться по своим законам, если не здоровить вопрос, для чего новый министр финансов начал повышать ставки и в конечном счете оздоровить экономику. После чего, как исчезнут самые слабые компании, японцы избрали путь долгого и вело текущего спада. Получилось нечто вроде хронического заболевания. Экономику сохранить не смогли, зато лицо не потеряли. Вероятно, главной причиной такого спада, последствия которого не преодолены сегодня, стала неудачная политика государства. Сначала она пыталась медленно сдуть рекулятивный пузырь, а потом любой ценой предотвратить кризис. Если бы министерство финансов действовало было решительно, заставив банки списать плохие кредиты и распродать все залоги даже по невыгодным ценам, падение было бы сильнее, но экономика, скорее всего, давно бы уже оздоровилась. В 90-х годах поворотной точкой стало слияние двух мировых рек, двух миров, мира капитала и мира интернета. Слияние двух великих рек, мира капитала и мира интернета, интернет-технологии, привело к зарождению креативного класса. Такого раньше тоже никогда не было. Креативному классу требовалась питательная среда. Этой средой стали свободные капиталы, с которыми не возникло проблем в 90-х и начале 2000-х. Те капиталы, которые можно вложить в любое творчество, креативные проекты. В постиндустриальной экономике сервисный сектор опережал в развитии индустриальной и аграрной сектора. Одной из важнейших и для них самой важной частью сферы услуг стали финансовые, расцветшие в 90-х как никогда услуги. В новой экономике интернета и компьютерной технологии соединились с глобализацией и общей либерализацией финансового мира. Компании, связанные с интернетом и компьютером, стали основным двигателем рынка, а их акции чаще всего использовались для спекуляций. Информационные технологии представлялись волшебной палочкой, способной решать все проблемы, обеспечивая устойчивый рост и процветание. Подъем 90-х, один из самых долгих в истории 20-х века, длился с конца 80-х до краха данкомов в 2000 году. Он был основан на благоприятном сочетании информационной технологии, низких процентных ставок, дешевого заемного капитала и высокого спроса на акции. В те годы распространение интернета и персональных компьютеров создавало у инвесторов ощущение небывалого технологического прорыва и веру, что наконец-то наступает золотой век, когда все разбогатеют. А ФРС, начавшая снижать ставки, еще больше подливала масло в огонь и стимулировала подъем. Раздувание пузыря на американском финансовом рынке помогли и азиатские кризисы 98-го года. После них начался массовый вывод капиталов из стран Азии. Инвестировались они в основном в американские ценные бумаги, их рынок быстророс, и такое решение можно считать, пожалуй, самым разумным. Кризисы 98-го следовали один за другим, что же само по себе необычно. Они явно были системно связаны, и в основе их оказались японские капиталы, выведенные из страны после начала длительного спада. Эти капиталы создали в ряде развивающихся стран Азии, в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Гонконге, спекулятивный бум, не подкрепленный реальным экономическим достижением. Особенно сильным был бум вокруг бумаг даткомов. Компании, занимавшейся торговлей через интернет. Их количество быстро росло, доходы, которые могло дать использование интернетового бизнеса, в то время сильно переоценивались. По сути, тогда Амазон, другие даткомы вообще не приносили прибыли, хотя старательно скрывали это. А инвесторы, ничего не зная о доходах даткомов, могли воображать себе какую угодно прибыльность. Бум достиг своего пика к концу 99-го, индекс биржи NASDAQ, где котировались акции большинства интернет-компаний, за год вырос почти в два раза, а индекс Доу Джонса увеличился на 20%. Бум закончился 10 марта 2000-го, после обвального падения курсов акций даткомов на бирже NASDAQ. С марта 2000-го по октябрь 2002-го капитализация рынка снизилась в два раза. И за 100 лет это было крупнейшее падение рынка, сравнимое с крахом 29-го. В середине 2001-го убытки от снижения цен акций, зарегистрированных на NASDAQ, достигли 4 триллионов долларов, по сути, поглотив все прибыли, полученные во время бума 90-го. Так закончилась история новой экономики. После кризиса 2007-2009-го начался откат глобализации. Кризис изменил структуру мировой экономики, и в ней появились новые центры притяжения, в первую очередь Китай. Финансовые операции стали происходить в режиме реального времени. Надулся огромный спекулятивный пузырь. Ипотечных кредитов, стоимость которого достигала 14 триллионов долларов, и была равна ВВП США. Еще более огромным оказался пузырь из кредитно-дефолтных свопов, оцениваемых в 2007-м в 70 или даже 80 триллионов долларов, и превышавший общий мировой ВВП. Это был невообразимо огромный рынок с невообразимо огромным риском. Самый крутой и модный бизнес в те годы. В истории экономики часто любят все сваливать на черных лебедей, но на самом деле они появляются совсем редко, когда происходит действительно неожиданное событие, меняющий ход истории. А все кризисы, в том числе и кризис 2007-2009 годов, неожиданным были разве что для модема хозяек. Жизнь непредсказуема, но ничто не кружит так голову, как успех. Напряжение на рынках нарастает всегда, постепенно, и раздувается спекулятивный пузырь. Вопрос только в конкретной дате кризиса. В сущности, крах даткомов лишь очистил рынок от нежизнеспособных компаний. А жизнеспособные остались, и за прошедшие с тех пор годы интернет-технологии ушли далеко вперед. Не прижились дутые спекулятивные проекты, а нормальные не только прижились, но и сильно с тех пор разрослись. Умные деньги не паникуют. Но умные люди не самые лучшие. Цинизм некоторых финансистов поражает. Они получают образование лучших университетов, но отравлены запахом больших денег и становятся безжалостными наемниками финансовых войн. О сознательной большой игре на понижении, которую вел Goldman Sachs накануне кризиса 2008-го, заговорили гораздо позже, когда комиссия по ценным бумагам и биржам, СЭК, в 2010 году выдвинула иск против Goldman по обвинению в мошенничестве в связи с выпущенной компанией с синтетическими CDO. Выяснилось, что один из крупных клиентов Goldman, Джон Полсон, управляющий собственным хедж-фондом, специально заплатил банку 15 миллионов долларов за выпуск этих CDO на общую сумму 2 миллиарда долларов и приобрел кредитно-дефолтные свапы на эти же полигации, сделав ставку как раз на то, что они вскоре обесценятся. Чтобы гарантированно обеспечить их падение, в основу этих деривативов заложили самые рискованные и проблемные ипотечные бумаги. А потом банк уценил эти бумаги, намеренно провоцируя обвал рынка. Хедж-фонд Джона Полсона заработал более 15 миллиардов долларов для инвесторов и около 4 миллиардов лично для самого Полсона с помощью кредитно-дефолтных свапов, купленных в IG и страховавших CDO, которые были выпущены банком Goldman Sachs по заказу самого же Полсона. Это выглядело так, как будто человек оформляет страховку на дом, а вскоре организует его поджог якобы неизвестными лицами, чтобы получить деньги. Можно ли в чем-то обвинять самого Полсона? В общем-то нет. Его прибыль полностью справедлива в условиях реальных мировой экономики. Полсон действовал в рискованном, запутанном мире хеджевых финансов, где их управляющие применяют множество стратегий, в том числе и короткие продажи. Решения об инвестициях, которые он принимал, были основаны на анализе ипотечного рынка. Так что для Джона Полсона это было просто финансовый бизнес. Инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, не просто вели торговлю на рынке, но и являлись заинтересованной стороной, созданиями сложных, опасных финансовых схемах, которые и привели к кризису. Они объединили проблемные ипотечные контракты в сложных финансовых инструментах и вынудили кредитные агентства дать им рейтинг, высший рейтинг ААА, и стали продавать их инвесторам еще больше увеличивая риски и распространяя их на всю финансовую систему. А кроме того, зачастую делая ставки против созданных ими ценных бумаг и получая выгоду в ущерб своим клиентам. Так, пусть с опозданием, скрытый финансовый механизм кризиса все равно был раскрыт. Однако сегодня уже очевидно, что кризис 2007-2009 подвел черту по целой эпохе. Меня зовут Андрей Колесников. Под видео вы найдете текст моего обзора, а также электронную книгу. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!